Всем привет! Это видео будет совсем необычным для моего канала, но с той же самой главной мыслью – музыка. Изначально готовил ролик для своего инстаграма, но во время съемки понял, что он будет актуальным и здесь, потому как Новый год впереди и все взаимосвязано. И да, я буду не один. Знакомьтесь, это мой пес Джексон. Итак, в этом видео я покажу, как собрал елку почти из подручных средств. Ну а если быть точным, мне понадобились проволока, фольга, мелкие игрушки, небольшая гирлянда на батарейках, искусственный снег, пробковая подставка под горячее и, конечно же, атмосферный плейлист. О последней составляющей расскажу в этом ролике, только за кадром. Ну а текстовую короткую инструкцию по сбору елки ищите в описании. Ну что, поехали! Новый год и Рождество – это одни из самых важных праздников в мире. Многие начинают готовиться к нему задолго заранее, и музыканты в том числе. Одним из первых, кто постарался над созданием соответствующего настроения – Лиэм Пэйн. 25 октября британец выпустил нежную балладу «All I Want For Christmas». Ну а уже через месяц представил и официальный клип. Постаралась для нас и Кэти Перри. Впервые работа «Cause a Little Christmas» вышла в середине ноября прошлого года, но доступна была она тогда только на стриминговом сервисе Amazon Music. Новинкой 2019-го сделал ее перевыпуск 1 ноября и релиз клипа от 2 декабря. «Merry Christmas Everybody» – это неоригинальная работа Робби Уильямса, записанная при участии Джейми Колома. Песни уже перепевали множество раз, ну а первыми были рокеры Слейт в 80-м. Что же касается знаменитого британца, он к Рождеству хорошенько подготовился и выпустил аж целый альбом «The Christmas Present». Сезон рождественской музыки в этом году рано открыли и Джонас Брадерс. В начале ноября парни выпустили оригинальный праздничный сингл «Like It's Christmas», но не успели еще обзавестись клипом. Сейчас доступно только лирик-видео. Также только с текстовым клипом вышла и работа датской группы Лукас Грэм. «Here for Christmas», как заявил солист проекта, это песня о его друге Уильяме, которого больше нет. В лирик-видео показаны фотографии из детства исполнителя с Уильямом и другими близкими. Girls Band Little Mix также постаралась и выпустила свой первый праздничный трек «One I've Been Missing», который стал претендентом, между прочим, названия британского рождественского сингла номер один. Причем на самом деле у девчонок есть и другой подобный хит. В 2015-м они записали «Love Me Like You» в «Christmas Mix». Еще одна певица, на сей раз американская, Келли Роуленд, записала красивый сингл «Love You More at Christmas Time». Песня хоть и не имеет полноценного клипа, зато звучит волшебно. Ну а красная обложка привлекает внимание, как минимум, к фигуре певицы. Не только поп-проекты постарались перед праздниками, а американские панк-рокеры Blink-182 тоже выпустили актуальный трек «Not Another Christmas Song» в духе и стиле группы. Получилось классно, как и официальное музыкальное видео, представленное в день релиза сингла. В тот же день, 6 декабря, состоялся официальный релиз и рождественской работы Тейлор Свифт «Christmas Tree Farm». В этом случае стоит отметить, что певица написала ее всего за один день, а на следующий уже записала на студии. Было это, кстати, в день благодарения. Что же касается клипа, он состоит из фрагментов детских видео исполнительницы. Ну и отмечу, пожалуй, еще одну работу, а если быть точным, перепевку легендарного хита «Last Christmas». О плагиате говорить не буду, для этого есть отдельный плейлист на моем канале. Скажу лишь, выпустил эту вариацию французский электронный поп-рок проект «Хайпен Хайпен». Ну и получилось у них достойно. Завершу же хитом номер один «Горячей сотней Билборд», который возглавил именитый рейтинг спустя 25 лет после релиза. И это одна из моих любимейших праздничных работ. Мария Керри «All I Want For Christmas Is You». Само собой, достойно обсуждения еще множества рождественских хитов, но их мы с вами будем слушать. Я подготовил для вас два плейлиста с иностранными и русскими треками. А также добавил праздничные альбомы группы Pentatonix и Майкла Бубле, которые, уверен, многим понравятся. Ссылки, как всегда, в описании. Вот такое у нас получилось видео на этот раз. Надеюсь, всем понравилось, как и нам процесс. Пишите об этом в комментариях и оставляйте свои варианты предновогодней суеты. Не забывайте про лайки и подписывайтесь, если не сделали этого раньше. До встречи в новых видео. Всем пока и на связи. Субтитры сделал DimaTorzok